Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Карибов. В студии для вас работает Анна Корнетова. Коротко о главных темах этого выпуска. Высокий гость в Магаданскую область в рамках рабочей поездки посетил Юрий Трутнев. Переселение из Атки. Три семьи посмотрели квартиры, в которые им предстоит заселиться. Поддержка бизнеса. Магаданские предприниматели приняли участие в образовательной программе «Бизнес с наставником». Магаданскую область посетил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел ряд совещаний по вопросам социально-экономического развития Колымы, дал старт работе горно-обогатительного комбината на месторождении Теутыджак в Тенькинском округе, посетил несколько знаковых мест региона. Одно из них – остров Завьялова. Это надо умудриться, придумать туристический проект на острове, 45 километров от материка. Ну вот мы там посмотрели, овцы-быки ходят, бараны говорят, горные тоже, баранов правда не увидели. Они обещают, что к осени этого года там уже будут стоять дома. Востребованность проекта достаточно высокая. Я спрашивал его инициатора, он говорит, что у него уже очередь на полтора года расписана, желающих пожить подальше от людей на острове. Прокомментировал он и реконструкцию санатория Талая. Очень неожиданный проект, потому что тоже на безлюдии, в 50 километрах в тайге, там медведи ходят и одновременно стоят теплицы, растут ягоды замечательно. И с, скажем так, с высокой степенью тщательности, с применением самых современных технологий делается оздоровительный комплекс. Он тоже будет в ближайшее время запущен. Надеюсь его увидеть, посмотреть, как это все организовано. Но вот пока по строительству тоже производят очень неожиданное и очень приятное впечатление. В Магадане стартовал очередной сезон благоустройства. В этом году, как и прежде, коммунальщики, дорожники и сотрудники управляющих компаний займутся дворами, проезжими частями и тротуарами. Что ждет город этим летом, рассказал мэр Юрий Гриша. До конца лета перекрыли проезжую часть по улице Пролетарской. Сейчас делают от собора до Якутской. Там будут менять водопровод. После дорожники уложат асфальт. Началось и благоустройство дворов. В одном из них на Октябрьской 10 уже вовсю ведутся работы. Занимаются деревьями, вскапывают грядки. Помогают привести в порядок территорию и сами жители. Двор, кстати говоря, неплохо содержится. На прошлой неделе вышли жители близлежащих домов. Провели достаточно активно субботник. Собрались, познакомились, поругались с теми, кто оказывается на детской площадке, которая у меня за спиной. Здесь вы даже просто не представляете, какое количество экстрементов было. Сотрудники Галуда принялись за тротуары. Сегодня они демонтируют старое покрытие вдоль 22-го дома по проспекту Ленина. Там несколько десятилетий лежали знаменитые магаданские шестигранники. Вместо них будет асфальт. Эту шестигранную плитку, она, во-первых, в себя негодном состоянии. Мы ее выбраковку сделаем, потому что у нас есть еще некоторые участки, где шестигранная плитка идет. Улица Камона, вот мимо седьмой школы. Там она тоже выкрашилась. И на замену старых плит мы положим те, которые здесь в остатке остались. И можно повторно применить. Как показывает опыт последних лет, все-таки асфальт. Мы поменяли плитку, кстати говоря, и от ГТРК Магадан до парка полностью. Сейчас там хорошо, удобно идти и так далее. Все-таки огромные эти шестигранные плиты. Но мы пытались их выпустить здесь на заводах, но не получаются они в том виде, в каком их выпускали раньше. Ну и потом, сейчас любят с колясками идти, это вот как на рельсах, на стыках, постоянно дети любят на роликовых коньках, на велосипедах кататься. Наверное, оставим какие-то участки в городе, чтобы вот этот великолепный стих, этот странный шестигранный Магадан, его можно было прочитать, этот дресс-код города. Но сказать, что вот весь город мы вернем в шестигранные плиты, как это было в 50-е-40-е годы, я бы этого говорить не стал. Занимаются пешеходными зонами и на улице Берзина, в сквере имени Воронова, в третьем микрорайоне. Мы собираемся в городе Магадане в рамках муниципального задания отремонтировать почти 25 тысяч ямочного ремонта сделать. Сейчас проходят специалисты предприятия ГЛУД, делают карты, по которым будут работать. У нас около 100 километров дорог в частном секторе, там предполагается все эти подсыпки сделать, выравнивание. Большой объем работ запланирован и по наказам избирателей. Программа, как отметил городоначальник, полностью сверстана, согласована с депутатами Магаданской городской думы. У нас 21 избирательный округ в городе Магадане, каждый депутат имеет свой бюджет 500 тысяч рублей. Представьте, еще 10,5 миллионов рублей через депутатские наказы уйдет в благоустройство города Магадана. По словам мэра, все необходимое для работы есть. К 14 июля областной центр преобразится, и магаданцы встретят День города в праздничном хорошем настроении. Яркие акценты, тематические зоны и просторные холлы с местом для отдыха. Дизайн-проект 14-й школы рассмотрели на общественном совете. Как продвигается ремонт в образовательном учреждении и что необходимо добавить к плану работ, обсудили представители власти, сотрудники школы и строители. Какой будет входная зона, в какие цвета стоит покрасить стены и потолки, где разместить информацию об Анатолии Болдареве, кристаллографе, минералоге, математике, чтобы она удачно вписалась в концепцию реконструкции. Недавно было принято решение присвоить 14-й школе имя ученого. Что мы здесь делаем? Это будут либо факты о Болдареве, либо это будет его портрет, человек занимался кристаллографией, кто эти факты сделает. Либо это мы все-таки вернемся к основной концепции, первой. Это будет общая петезона, а Болдарева мы уже перенесем, либо это будет общий концепт, либо Болдарева мы перенесем в отдельную часть. Сейчас покажу, где будет зона входная. И вот эта часть общественная, здесь будут шахматы, здесь у нас будет патриотическое расцветание, мы сюда вынесем все ваши плаги, все это. Где-то здесь, пока вопрос с этим. Самая интересная часть проекта – начальная школа. Для малышей создадут уютное пространство, чтобы они смогли спокойно отдыхать на переменах, общаться со сверстниками. Основные интерьеры планируют сделать в светлых тонах, яркости добавят информационные стенды. Их стилистика еще обсуждается. Это будет ниша, где дети могут играть, сидеть. Вот такая динамичная достаточно часть. Здесь еще, вот здесь будет реализован проектор, то есть они смогут играть, вот эти вот зоны будут. Какие-то тоже будут у нас научные все факты, все-таки это школа. Много зон, где детки могут и посидеть, и порисовать такие вот пространства живые. Столовые поменяют все сети и коммуникации, закупят новое оборудование и мебель. Предлагаем тоже яркие такие акценты, чтобы они были, чтобы у детей был хороший аппетит. Либо зеленые, либо мятные тона, столы белые и яркие студии. Это все обыгрывается, чтобы интерьер не был скучным и однотонным. Много цветов, много зелени, которые надо было в этот день. По второму этажу концепция еще в стадии разработки. Но там точно будут две большие зоны с диванами, оставят теннисный стол, который там был раньше. Актовый зал особо не поменяют. Там проведут реконструкцию сцены, заменят оконные блоки. Основной вопрос – установка звукового оборудования. Спортивные залы у нас отработаны. Будет потрясающее напольное покрытие спортивное. В натуральных оттенках детский зал только мы решили сделать ярким. Со стенами мы еще решаем этот вопрос, как он будет, чтобы не сильно дарило. Также будут установлены интерактивные оборудования, интерактивные доски, где они будут питать. Вовлечены дети в такие процессы уже в современном исполнении. Главная проблема образовательного учреждения – маленькие туалетные комнаты. Ее решение найдено, хотя сделать это удалось не сразу. К сожалению, мы не смогли поддержать первую презентацию, что у нас было объединение левого и правого крыла санузлов. Не получится. Инженерное здание не позволяет нам это сделать. От этого ушли тем, что мы расширили. Мы просто этот санузел сделали длиннее. От этого мы смогли спокойно по всем нормативам вписать три кабинки у девочек и две у мальчиков. Так будет реализовано на всех четырех этажах. После презентации обновленного проекта поступили предложения и замечания. Одной из них касалось проекта «Лица героев». Он подразумевает размещение в школе информации о людях, вошедших в историю Отечества. Будьте добры, пожалуйста, подумайте, посмотрите. Может быть, это будут какие-то стенды о героях. Это и герои войны, герои, может быть, локальных войн, космонавты, ученые. Но не важно. Это тоже одно из требований, которое проявляется к капитальному ремонту. Поэтому, если такая возможность еще есть, то, конечно, было бы очень хорошо. Мэр Юрий Гришан сделал замечание по цветовой гамме. Он отметил, что яркость – это то, что нужно ребятам. Этого очень не хватает на севере. Эти тона, которые приблогуты, они очень теплые. Все это очень правильно. Я уже вам говорил на прошлой встрече, что вот эта раскраска дома в городе Магадане, которая появилась в 2007-2007 годах, она была не просто так. Это результат глубокой эстетической работы, которую по заданию правительства Чикотки делали врачи, окулисты. Нам не хватает цвета. Мы живем в черно-белом изображении. Из-за этого у нас и много страданий цвета. Но я не увидел фасад. Я пришел сюда? Да. Я, как всегда, говорю, что в подъездах, да, может быть, плохо там и так далее, но я их не вижу. И гости Магадана не видят. А фасад – это важно. Архитектор ответила, что окончательное решение по фасаду еще не принято. Разработка его оформления пока находится в работе. Эти и другие вопросы с учетом корректировок и предложений рассмотрят на следующей встрече с общественностью. Анна Корнетова, Игорь Радченко, специально для «Карибу». Обновленными горожане хотят видеть парк «Маяк» и «Магаданскую площадь». Таковы результаты сбора предложений жителей областного центра по выбору территорий для участия в конкурсе. Подробности далее. В этом году мэрией Магадана было организовано три опроса. Их цель – собрать предложения жителей областного центра для Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Колымчане должны были определить, какие общественные пространства лучше подать на конкурс и что в них необходимо благоустроить. По итогам сбора предложений наибольшее количество голосов набрал парк «Маяк» в улице Приморской. Поступило всего 32 предложения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории. В том числе максимум – это установка малых архитектурных форм, скамей, урн, диван, качелей, озеленение территории, устройство автомобильной парковки, устройство наружного освещения и установка колеса обозрения было даже в одном предложении. Что касается колеса обозрения, то это предложение комиссия не приняла. Мэр Магадана отметил, что подобные сооружения ставят на самой высокой точке населенного пункта, чтобы было что обозревать. На берегу же, видно, города не будет, и аттракцион только помешает виду на море. Парковка, она, кстати говоря, предусматривается на 154 машиноместа. А мне Людмила Терещенко сбрасывала эту картинку. 154 и то это... Ну, представьте, что сейчас нам не хватает мест, да? Это на первую, вторую очередь, да? А у нас еще добавилась набережная Белых ночей, это тоже востребованная территория, куда тоже будут приходить. И сейчас еще целый добавляется участок большой, да? Да, я боюсь, что даже 154 будет маловато на самом деле. Вот, поэтому это предложение мы еще будем смотреть с тем, чтобы по максимуму развивать парковочную территорию. По дальневосточному конкурсу нужно было сделать выбор между пешеходной зоной по проспекту Карла Маркса в районе дома Быта Заря, площадью Магаданской и скверу по проспекту Ленина 8. Пешеходная зона по проспекту Карла Маркса набрала 38 голосов, площадь Магаданская 49 и сквер по проспекту Ленина 8 – 6 голосов. Всего подано 82 предложения. Таким образом, набрав 49 голосов, на первое место вышла площадь Магаданская. В период с 16 по 25 мая будет проведен сбор предложений жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на данной общественной территории. Для другого конкурса определяли между четвертой очередью парка Маяк, а именно была указана аллея имени адмирала Нагаева, скверами около Пролетарской 12 и в районе мэрии Магадана. На первое место вышла четвертая очередь парка Маяк. И с завтрашнего дня по 18 у нас планируется провести сбор предложений жителей муниципального образования по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на этой территории, которую выбрали этим сбором предложений. Предложения от магаданцев принимают в департаменте САТЭК на Карломаркса 62А или по почте sateksobakamagadangorod.ru, на официальном сайте мэрии и на платформе обратной связи на портале госуслуг. Шевчук, Сериченко и Завьяловы. Три семьи из Атки посмотрели предложенные им новые квартиры в жилом комплексе Нагаевский. В следующем сюжете мы вспомним, через что им пришлось пройти, чтобы добиться положенных квадратных метров, и расскажем об их впечатлениях и отзывах. Наталья Шевчук всю жизнь прожила в Атке. Покидать родной поселок не хотела, но ей фактически не оставили выбора. Населенный пункт признали неперспективным и решили заморозить. При этом жителям предложили переехать в соседнюю палатку, где из долгостроя возвели 45-квартирный дом. И большинство людей почти сразу собрали свои вещи и сменили место жительства, но не Наталья. Вместе с несколькими семьями она решила остаться и дождаться выделения жилплощади в Магадане. Но ждать пришлось почти три года. За это время пережили многое. Ушел из жизни супруг, инвалид первой группы, который долго болел. Много сил требовал и быт. Поселок остался без отопления, света и воды. Выживали как могли. Но рядом были люди, которые помогали и словом, и делом. И сейчас, когда обещанные квартиры наконец-то выделили, Наталья вспоминает их с благодарностью. У меня огромная благодарность каналу вашему Карибу, Олегу Владимировичу Дуднику. Он с нами с первых дней был и до конца. И, в общем, он поддерживал. Он чуть ли с нами не жил. Лично со мной он ходил по воду на речку. Он наливал со мной эту воду. Я на санках ее везла. Ну, вот так мы жили. Ну, понимаете, что делать? Муж мой не дожил год назад. Он умер. Я уже с того времени здесь снимаю квартиру, потому что здоровье уже не позволяет на Атке жить. Ну, я все равно езжу туда и сюда. Там осталось все. Там в трех местах. Там есть частный домик. Это наш родительский домик, нашей семьи домик. В общем, полностью мы связаны с Аткой. Не порвать, не оторвать этого всего. Ну, хочу сказать, что очень много нам помог. Это Антон Александрович Басанский. Он к нам приехал в декабре прошлого года. Посмотрел он, как выслушал нас, посмотрел, как мы живем. И, конечно, у него, видимо, были какие-то контакты, ну, наверняка, с губернатором области. И нам было предложено, вот, мне вот в первом подъезде в Том трехкомнатная квартира. И я ее даже видела. Мне ее показывали. Ну, потом в какой-то момент нас как-то все это документально переделалось. И нас подвели под другую программу. Это уже аварийное жилье. А в последний момент на Атке у меня была только квартира двухкомнатная, 57 квадратных метров. Поэтому такую же жилплощадь Наталья получила и здесь. Но, по ее словам, этого мало для большой семьи. Ведь изначально они жили в нескольких квартирах. И как будут размещаться здесь, пока непонятно. И мы остаемся шестеро. Ну, получается, что одна комната будет для моего сына и их десятиклассницы, дочки. Вторая комната для моей невестки, там, где умер мой из близнецов сын. И там будет десятилетний мальчишка. Ну, мне вот останется кухня, видимо. Вот. Но мы бы еще ждали. Но почему-то, когда вот эти программы, они менялись, несмотря на то, что есть постановление, и у меня есть такой документ Бережного в 2020 году, он присылал, что вот тот, кто встал в очередь на первую программу, на него не распространяются... То есть обратной силы нет на возврат. То есть я так понимаю, что мы уже имели право, чтобы нас вот как бы порешали вопросы нашей семьи. Не так много было много семей на Атке многодетных. Вот. А мы были действительно многодетные. Ну, мы и есть многодетные семьи. Но надежды на то, что переселят в квартиру побольше или выделят еще одну, нет. Скорее всего, придется смириться с тем, что есть. Поэтому, делится Наталья, радость от переезда нельзя назвать огромной. Примерно такие же чувства испытывает Татьяна Сериченко. Казалось бы, новое жилье должно вызывать восторг. По сравнению с тем, в каких условиях приходилось существовать, это просто рай. Светлые комфортные комнаты оснащены всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Но счастье Татьяна не испытывает. Душа просто не лежит. Мы так этого долго ждали, это не передать. Мне кажется, не стоит столько здоровья, столько... Ну, я не знаю. Ну, нет, ну, такой вот, знаете, как вот все, вот увидела радость, там, восхищая, ура, там, да, вот такого вот это. Если было бы такое, наверное, все мои один человек, у меня шесть внуков, четверо детей, ну, никто не изъявил желания, ну, нет, они знают, ну, вот такая, вы знаете, мне приходилось два раза ездить в Москву, мне приходили эти суды, ну, все, я прошла, вы знаете, это просто ад. У меня даже здоровья нет. То нам обещали трехкомнатные. Год назад мы больше года ждали. Нам неоднократно поздравляли, звонили, постановление выносили, да, все-таки это же не так просто взять трехкомнатную квартиру. Я помню даже номер шестнадцать, вот первый корпус. Ну, не знаю, что там произошло. Какую-то новую программу, мы даже знать не знали, когда эта программа. Ну, в общем, с нами район, ну, никак не работает, вообще, абсолютно. Но семьи солидарны в одном. Главное, что все эти мучения кончились. Надежда Завьялова, которая тоже приехала в этот день из Атки, на камеру рассказывать о своих чувствах отказалась, но за кадром сказала, что предстоящим переездом довольна. Сейчас следующие действия – это в плане передачи квартир кому в собственность, кому по договорам социального найма. Это будет заниматься администрация Хасынского городского округа. Но я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт муниципалитетом. Как отметила руководитель управления жилфонда Министерства строительства Магаданской области Юлия Ильина, переселение в этот дом жителей аварийного жилфонда продолжится. Еще 14 квартир получат магаданцы. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для Карибу. Продолжается работа правоохранительных органов по профилактике киберпреступлений. С начала года в Магадане их совершено более 200. На этой неделе полицейские рассказали о некоторых случаях и напомнили, как обезопасить себя от уловок мошенников. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области Сергея Яковлева, от жителей региона поступило 237 сообщений о кражах денежных средств с банковских карт. Чаще всего злоумышленники используют следующие сценарии. Покупка-продажа товаров, возможность дополнительного заработка и звонок из банка. Вновь становится актуальным среди мошенников сценарий «Звонок от родственника». Способ совершения заключается в том, что злоумышленники осуществляют звонки на стационарный телефон пожилым гражданам, представляются родственники и сообщают, что попали в беду. Пенсионер, в свою очередь, сразу обращается к собеседнику по имени сына, дочки, внука или внучки. В ответ лжеродственник сообщает, что он попал в ДТП, из-за него пострадали люди, а голос у него изменен в связи с тем, что у него имеется повреждение лица. Далее мошенник передает трубку якобы сотруднику правоохранительных органов, который сообщает потерпевшему о том, что их родственник попал в ДТП и необходимы денежные средства для урегулирования сложившейся ситуации на месте. После чего убеждает передать денежные средства якобы их помощнику, что в дальнейшем и происходит. Так, в преступной группе в период с 15 по 31 марта 2023 года удалось похитить более 7 миллионов рублей у 17 пенсионерок, которые пытались помочь своим родственникам. Криминальный курьер был задержан сотрудниками управления уголовного розыска. Ведется расследование. Чтобы не попасться на уловки мошенников, полицейские рекомендуют следовать простым правилам. Во-первых, запомнить, что сотрудники банков не просят данные вашей карты, коды из СМС и перевода денег на безопасные счета. При получении такого звонка немедленно положите трубку. Во-вторых, если вам звонит якобы родственник, лучше всего прекратить разговор и перезвонить ему. Если ему действительно нужна помощь, вы точно будете знать, что это не третье лицо. Если же вы все-таки стали жертвой злоумышленников, немедленно сообщите об этом факте в полицию. В Магадане подвели итоги образовательной программы для действующих предпринимателей «Бизнес с наставником». Ее участники встретились, чтобы поделиться результатами проделанной работы и рассказать о планах развития своих направлений. Молодой предприниматель Евгений Яковлев решил стать бизнесменом в 2020 году. Открыл магазин «Экотоваров». Это и бытовая химия, и одежда, и косметика. В общем, все, что может понадобиться в повседневной жизни. Говорит, что их особенность в том, что они гипоаллергенны, а это имеет особое значение для магаданцев. По словам Евгения, отзывы у покупателей только положительные. Поэтому сейчас главная цель – развивать это направление. Выработать правильную стратегию ему помогли кураторы в рамках образовательной программы «Бизнес с наставником». Мы получаем от таких проектов большой опыт от крупных бизнесов, то есть как строить, как развивать проекты, как его делить, чтобы видеть каждую метрику в самом проекте, где идет развитие, где мы проседаем, где можно наоборот большую рост увидеть в продажах, в распространении онлайн, то есть открытие точек розничных, как это лучше сделать. То есть мы поначалу это делали на своем опыте, своими ошибками, но на это как бы платили временем и финансово, а с помощью таких проектов они помогают нам сэкономить время, силы и саму мотивацию идти дальше, потому что здесь уже в принципе по полочкам берут, разбирают твой бизнес и показывают, как нужно делать. То есть такие проекты очень помогают на старте начинающим предпринимателям. Вместе с Евгением в образовательной программе приняли участие около 30 предпринимателей Магаданской области. Среди них владельцы салонов красоты, магазинов, крестьянско-фермерских хозяйств и фирм по установке натяжных потолков. Как рассказала руководитель Центра образовательных технологий «Формула бизнеса» Екатерина Абашина, которая приехала из Перми, этот проект уже помог развить бизнес сотням людей в стране. Эта программа является в первую очередь не только образовательной, но и акселерационной. То есть она дает возможность увидеть новые горизонты, поставить новые цели и сформировать новый план развития бизнеса на ближайший год-два-три. На самом деле очень важная и серьезная сейчас поддержка предпринимателей как на этапе старта бизнеса, так и на этапе поддержки предпринимателей действующих, как проект для действующих. Вариантов очень много, то есть и предприниматели могут, например, уже пойти в направление социального предпринимательства, и там у них одна система грантов. Они могут, соответственно, если это молодые предприниматели, то поучаствовать в грантах для молодых предпринимателей. То есть поддержка очень активная и образовательная, и финансовая. Я считаю, что если человек хочет развивать бизнес, сейчас это очень хорошее время, потому что очень большое количество мер поддержки сейчас есть. Программа «Бизнес с наставником» проходила в Магадане с 21 марта по 16 мая. За это время участники узнали, как привлечь новых клиентов, оптимизировать рабочие процессы, увеличить прибыль, повысить рентабельность и многое другое. Как отметили организаторы и специалисты Центра «Мой бизнес», на этом поддержка предпринимателей не заканчивается. Провести консультации и оказать помощь им готовы в любой момент. Олеся Хитагурова, Илья Пачин. Специально для «Карибу». Далее информация о погоде. Не переключайтесь. А на сегодня у меня все. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова